Друзья, привет! Вы на канале Порошок Столу. Сегодня я покажу вам три рецепта самых вкусных помидор на зиму. Обещаю вам, что после просмотра этого видео рецепта вы обязательно захотите сделать несколько баночек с помидорами на зиму, потому что это очень просто и невероятно вкусно. Точный рецепт внизу под видео. Рецепт первый. Помидорки острые. Перец нарезаю полосками. Семечки, конечно, убираю. Помидоры у меня красные, а перец я взяла желтый, чтобы было ярко и красиво. Банки простерилизованы в духовке при 100 градусов 7 минут. В банке кладу лист хрена. Конечно, прежде я его помыла. Теперь кладу в банку несколько помидорок и сладкий перец. Кладу еще веточку укропа и пару зубчиков чеснока. Я режу дольками. Заполняю полностью банку помидорами и кладу один чили-перец. Если вы не любите острое, тогда можете положить половинку перца или добавить только пару кусочков. И таким образом заполняю все банки. Для этого рецепта я всегда покупаю помидоры сорт сливка. Выбираю плотные, с толстой кожицей. На помидорах не должно быть никаких пятен и трещин. Помидоры укладываю в банку плотно, а пустоты заполняю сладким перцем. Для вкуса добавляю в банку один лавровый лист и черный перец горошком. На каждую банку примерно 10-15 горошин. Пока я укладывала помидоры в банки, у меня уже закипела вода. Я заливаю кипятком крышки буквально на пару минут. И этим же кипятком заливаю потихоньку баночки до самого верха. Накрываю банки горячими крышками и не закручиваю. И оставлю так банки на 15 минут. Прошло 15 минут. Теперь воду надо слить и замерить. Можно воспользоваться любой мерной посудой. Я возьму кувшин от блендера. У меня получилось чуть больше литра. Теперь я добавляю соль и сахар. Точную пропорцию вы найдете внизу под видео. Маринад довожу до кипения. И япящим маринадом заливаю помидоры. Добавляю уксус и закручиваю банку. Банку маринадом наполняйте обязательно до самого верха. Банки переворачиваю и накрываю пледом до полного остывания примерно на сутки. Посмотрите, как красиво получилось. Яркие, острые и все очень просто. Переходим ко второму рецепту. Помидоры с чесноком. Банки простерилизовала в духовке 7 минут при температуре 100 градусов. Чистые помидоры укладываю в банки. Так как кожа на помидорах не очень плотная, чтобы они не лопнули, проколю их зубочисткой. Помидоры в банки обязательно укладываю плотно. И добавляю черный перец горошком. 15-20 горошин на банку. Чеснок натираю на терке. Можно, конечно, чеснок пропустить и через пресс, но тогда рассол может быть мутным. Чистые крышки заливаю кипятком. Пока помидоры укладывала в банки, вода закипела. И теперь заливаю помидоры кипятком. Накрываю банки горячими крышками, но не закручиваю и оставлю на 15 минут. 15 минут прошло. Сливаю воду и замеряю ее точное количество. Добавляю соль, сахар и довожу до кипения. Точную пропорцию вы найдете внизу под видео. Теперь кладу в банку полную столовую ложку чеснока, а в маринад добавляю уксус. Хорошо перемешиваю и маринадом заливаю банки. Закрываю плотно крышками, переворачиваю банки и накрываю пледом. И оставляю примерно на сутки, чтобы банки остыли. Так красиво получилось, как зимняя сказка. Чесночок, как хлопья снега. Даже захотелось скорее зиму, чтобы открыть баночку помидор. Ну что, друзья, еще один чудесный рецепт. Помидорки пряные. Для этого рецепта подходят в принципе любые помидоры, но мне больше нравятся маленькие. У меня круглые и овальные. Цвет можете выбрать любой. Банки простерилизовала в духовке 7 минут при температуре 100 градусов. Помидорками наполняю примерно полбанки. Кладу листья базилика и немного помидорок сверху. 3-4 веточки петрушки складываю и к помидорам в банку. Добавляю листья сельдерея и закрываю помидорками. Чистые крышки заливаю кипятком на пару минут. Пока складывала помидорки, вода закипела. Теперь кипятком заливаю банки. Накрываю горячими крышками, но не закручиваю. И оставляю банки на 15 минут. 15 минут прошло. Сливаю воду и замеряю точное количество. Добавляю соль и сахар. Точную пропорцию вы найдете внизу под видео. А теперь маринад надо довести до кипения. Пока маринад закипает, добавляю в банку по зубчику чеснока. Душистый перец кладу 2 горошинки на одну банку. А черный перец горошком кладу 10-15 штучек на одну банку. В закипевший маринад добавляю уксус. И заливаю маринадом банки. Банки плотно закрываю крышкой, переворачиваю и накрываю пледом до полного остывания примерно на сутки. Три простых и невероятно вкусных рецепта. Надеюсь, вы уже выбрали рецепт. Если нет, готовьте все три. Спасибо, что смотрели нас. Подписывайтесь на наш канал. Прошу к столу. И приятного вам аппетита! Прошу к столу. 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 Продолжение следует...